привет друзья у меня накопилось несколько вопросов которые мне часто задают после публикации моих видео видео по энергодыханию на моем канале и это очень частые вопросы они постоянно повторяются и поэтому я решил для вас записать этот видеоролик вообще все ответы развернуты ответы на частые вопросы есть на моем сайте в разделе ответы на частые вопросы но я решил сделать этот видеоролик для того чтобы уже прям лично пояснить эту тему и немножко уже поговорить выдать эти ответы вот так лично и так практика энергодыхания опасно друзья если у вас есть возможность пробежать два километра спокойно в среднем темпе и с вами ничего не случится то для вас практика энергодыхания безопасно дело в том что активная фаза связанного частого дыхания в этой практике она у нас достигает максимальное количество времени это 30 минут до 30 минут практически любой человек в таком режиме дыхания он находится вне зоны риска зона риска начинается после 40 минуты то есть если вы будете дышать вот таким образом более 40 минут частом полтора или два как это делают холотроп щеки то это уже зона риск поэтому я намеренно разделил длительные сеансы по полтора часа которую есть по два часа на отрезке и между ними у нас стоят окошки таких сеансов на этом канале нет у нас тут только однофазные сеансы я говорю про серьезные практики которые я даю на базовом курсе соответственно эта практика абсолютно безопасно мы никогда не дышим дольше 30 минут за одну сессию за одну фазу мы всегда останавливаемся после фазы дышим носом расслабляемся даем нашему мозгу и организму кислород и потом можно уже продолжать это называется окно еще немножко про ограничения если кому не следует дышать сразу скажу если вы в алкогольном или наркотическом опьянение ни в коем случае нельзя делать практику энергодыхания если есть какой-то прибор в сердце стоит либо например сердцем совсем плохо либо слабые сосуды в головном мозге либо вообще сердечно-сосудистая система слабая нельзя делать практики энергодыхания если есть какие-то проблемы с глазами там глаукома либо есть эпилептические припадки то нельзя дышать энергодыхание если что-то случится то я ответственности не несу думайте сами и следующий вопрос почему меня вырубает провалы засыпаю на энерго дыхание нормально ли это друзья нормально если вы делаете практику и вы засыпаете то здесь абсолютно четко срабатывает механизм наш мозг во время практики энергодыхания он переключает режимы соответственно один из режимов эта фаза быстрого сна и поэтому ты просто в нее чик проваливаешься я рекомендую все-таки дышать в сидячем положении как я сейчас сижу да на кресле можно либо на юг на йоговском коврике и или стоя так чтобы не не выключаться потому что чем больше провала в практике засыпания да тем вы больше сливаете эту практику а сливать ее не следует еще такой момент поясню поначалу поначалу новичков провала постоянно то есть народ вырубается засыпает а потом уже после адаптации вот эти провалы уходят то есть их потом меньше 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 но они будут с ними ничего не поделать чем отличается энергодыхание от холотропного дыхания или реберфинга во-первых разные авторы холотропное дыхание изобрел придумал станислав гроф реберфинг придумал ленард ор у них и назначение немножко разное энергодыхание это эту практику придумал я это я много видел на просторах интернета практика энергодыхания других авторов то есть суть в в том что на что назначена практика да как дышать конкретно как дышать сходство есть друзья это дыхание и ты в дыхании можешь наблюдать только вдох выдох и задержку три элемента все вот этими тремя лиме элементами оперируют практически все дышащие гуру и йоги на планете поэтому здесь что-то кардинально новое придумать вообще невозможно но возможно придумать назначение практики потому что холотропное дыхание она ее назначение его назначение на то чтобы прожить четыре перинатальных матрицы осознать себя во время рождения у реберфинга то же самое там само слово говорит за себя реберфинг перерождение и соответственно тоже нужно прожить момент рождения но энергодыхание это практика которая высвобождает огромное количество энергии трансформирует негативный опыт в чистую энергию и направляем эту энергию на намерение и поэтому после сеансов энергодыхания многих моих учеников сбываются желания то есть у них реализуется то что они давно хотели потому что высвобожденная энергия автоматически и умышленно направляется на намерение вот этим отличается и немножко и немножко техническая часть отличается у них тоже потому что в реберфинге или холотропе там одна длинная активная фаза и она не практически не прекращается если мы берем энергодыхание то там есть разметка там много разных фаз до между ними идут окна и получается что активная фаза у нас идет 10 минут либо там 15 минут 20 минут или 30 минут и она сразу же прерывается фазой отдыха и расслабление насыщение кислородом организма и потом уже через пять минут вот этой фазы расслабления называется окно начинается следующая активная фаза то же самое да мы дышим связано часто она тоже длительностью до 30 минут потом она прерывается и опять мы заходим состояние релаксации это окно и получается активная фаза окно активная фаза окно и они вот так учередуются технические энерго дыхание от остальных практика отличается именно этим поэтому первое это назначение разное второе это технически идет интервальный метод дыхания ну и третье авторы разные авторы следующие у нас на очереди вопрос с какого возраста можно практиковать энерго дыхание друзья я рекомендую делать такие практики с 18 лет потому что смотрите когда мы занимаемся энерго дыханием то задача и назначения это взять негативный опыт какой-либо еще опыт опыт там негативных подавленных эмоций и трансформировать это в чистую энергию намерения и направить эту энергию на намерение на цель на задачу на нужное событие и конечно же у людей там у молодых людей которым там 18 там 17 16 лет какой у них опыт то есть у них небольшой жизненный опыт для того чтобы его можно было трансформировать во что-то поэтому нужно пожить нужно набить себе шишек нужно приобрести какой-то базовый опыт и тогда уже практика энерго дыхания начнет трансформировать вот из этого опыта большую массу энергии поэтому самое раннее то лучше с 18 лет совершеннолетия можно уже практиковать эту технику раньше смысла нет сводит тело руки лицо шею нормально ли это конечно нормально во время активной фазы что происходит ты начинаешь дышать ты дышишь через пять минут у тебя начинают покалывать руки сводить руки потом лицо сводит внутри паника страшно что со мной происходит руки еще сильнее заворачивает и ты дышишь уже на 20 минуте у тебя уже нормально все свело ну это нормально друзья здесь происходит процесс вымещение углекислого газа из организма и не поступление кислорода в организм поэтому вся кровь приходит в жизненно важные области это в центр тела и здесь сосуды сужаются но как раз таки за счет именно этого эффекта за счет сужения сосудов и гипоксии в организме мы и запускаем исцеляющий импульс и компенсацию в организме которые вас потом в итоге исцеляет и решает ваши психосоматические и психологические проблемы то есть как раз таки сведение рук покалывание неприятные ощущения в теле это нормально и за счет этого идет проработка это еще называют блоки блоки в теле начинают проявляться в теле как на мониторе то есть практика энергодыхания высвечивает эти блоки в теле которые вы не можете почувствовать в обычном состоянии поначалу это будет сильно потом с каждым сеансом это будет уходить меньше 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 и в итоге вы проработаете отпусти все блоки на сто процентов и навсегда можно ли заниматься энергодыханием самому да можно после того как вы освоите и пройдете обучение на базовом курсе вы можете это делать самостоятельно безопасно и еще разрабатывать свои собственные техники энергодыхания для себя потому что все люди разные темпы разные у практик количество фаз тоже разное да и вы можете подобрать для себя оптимальную и создать свой это как конструктор вы берете материал кирпичики из них создаете свою уникальную практику но опять же для того чтобы заниматься самостоятельно профессионально не те ролики в ю тубе смотреть которые у меня на канале они просто пробные то есть это пробники это тестовая а профессионально велком на базовый курс он есть у меня онлайн есть у меня оффлайн на арбате в москве я новичок с чего начать и на какое занятие на записаться во первых у меня есть центр на арбате в москве в москве вы можете прийти на вводное занятие водное занятие ведут мои ученики и пройти у них вот это тестовое водное занятие понять материал понять практику энергодыхания и уже для себя решить заниматься этим профессионально осваивать техники дыхания выставлять ли правильное дыхание для себя или нет и тогда уже там решите и есть еще вводное занятие которое у меня вот на этом канале чуть ниже промотайте есть там ролик час двадцать я прям взял целиком и записал технику подготовку энергодыхание и пояснил что с этим делать то есть у меня вот это вводное первое занятие для новичков она уже есть на канале но опять же поймите она тестовая вы терапию не пройдете вы не исцелите себя глубина через эти легкие практики энергодыхания которые у меня как ознакомительная поэтому новичкам велком на практике ознакомительные потом уже решать дальше почему на первом занятии были яркие ощущения а на следующих занятиях яркость ушла удивительно самый такой интересный вопрос как же так сделать чтобы у меня на каждом на каждой практике энергодыхание была мега-мега яркость здесь нужно понимать что происходит когда например вы на давайте сравним это с пробежкой вы решили заняться бегом и вот вы в первый раз встаете на беговую дорожку либо идете на трассу бежать куда-нибудь и вы пробегаете два километра в первый раз жизни как для вас будет это конечно же в для вас будет это в нагрузку но вы пробегаете вы вы бежите еще раз два километра во второй раз как вам будет такой бег третий раз два километра бежите четвертый раз на 3 на 4 раз вы уже будете бежать эти два километра и для вас это будет вообще ни о чем то есть вы не будете чувствовать и переживать тех ощущений которые у вас были на первой пробежке вот если вы возьмете сеансы энергодыхания самый такой простой водная сеанс одна фаза там 20 минут активная фаза и там пять минут окно медитация то первое первый раз обычно наиболее яркие ощущения потому что наша психика имеет слои и первая практика водная она прорабатывает вот этот вот первый слой это самый такой ярко выраженный слой напряжение то есть самое актуальное состояние напряженности она снимается и вы получаете такой мега мощную подпитку энергии то есть вы просто вау и в самой практике вы испытываете невероятное ощущение как только вы начинаете как только вы продолжаете дышать дальше если вы еще одну и ту же технику используйте вот это вот водное занятие то у вас эффект он вообще угаснет потому что наше тело наша психика наше сознание адаптируется к этим практикам если вы будете дышать одну и ту же практику энергодыхания тем более самое простое она потеряет абсолютно всякий смысл и яркость поэтому что делать приходите на базовый курс потому что там мы с каждой практику увеличиваем количество вот этих фаз энергодыхания соответственно следующая практика с большим количеством активных фаз больше продолжительностью она будет давать этот же эффект то есть увеличение нагрузки позволяет идти глубже и и сохранять вот этот вот мощный эффект яркости можно ли двигаться в активной фазе или оставлять тело неподвижным если тело произвольно двигается руки ноги раскачивается корпусом это нормально да друзья вы можете во время активной фазы менять положение тела дышать сидя дышать лежа дышать на боку дышать стоя и очень важно слушать свое собственное тело во время энергодыхания но вам будет говорить на подсказывать какие позиции лучше лучше принять поэтому не надо себя сдерживать лежать вот так вот как бы в одной позе и запрещать себе как-то двигаться двигайтесь пожалуйста захочется под музыку дышать дышите под музыку вот так вот прям можно качаться вправо влево вперед назад это нормально то есть таким образом вы помогаете телу проработать зажимы блоки и тело телу дать ход энергии во время окна мне не хочется дышать очень долго получается очень длинные задержки это нормально нужно себя заставлять дышать в окне самый такой распространенный вопрос конечно нормально смотрите здесь происходит такой принцип во время активной фазы минут 20 вы дышите у вас создается гипоксия у вас не до вас ваши клетки не получают кислород в крови даже он есть да но все равно кислородов клеткам не поступает и соответственно организм находится в режиме легкого голодания кислородного но когда вы переходите фазу окна и начинаете дышать носом ваш организм после вот этого и вот этой недостачи кислорода в активной фазе он сразу же на первом втором вдохе набирает в полтора в два раза больше кислорода прям в кровь и отдает его клеткам и соответственно все клетки перенасыщены этим кислородом кровь перенасыщены кислородом и организм интуитивно и на уровне ощущений на уровне команды и останавливает дыхание то есть вы можете делать длительную паузу не дышать даже у нас на первых занятиях новичков происходили паузы задержки дыхания до 6 минут то есть 6 минут в окне человек не дышал это говорит о том что емкость крови кислородная была настолько высокая и содержание кислорода в клетках в крови в тканях было настолько высокая именно в окне что процесс дыхание снабжение кислородом извне не требовался поэтому это нормально можете произвольно не дышать и парить и наслаждайтесь это очень приятное состояние вообще во время окна идет мощный импульс на исцеление организма на освобождение блоков расслабление психосоматики и вот тут как раз таки дышать не хочется и ну и не дышите меня колбасит эмоционально после занятия слезы апатия хочется спать разбитое состояние есть чувство непонимания что происходит это нормально друзья это нормально если у вас после какого-либо занятия энергодыхание особенно после занятия на базовом курсе на следующий день или два дня включается разбитое состояние вас колбасит по эмоциям то поймите такую вещь что ваше тело должно отработать те непроявленные невыраженные эмоциональное состояние апатичные которые вы туда в свое тело прошлом затрамбовали практика энергодыхания она высвобождает эмоциональное состояние негативное из тела практика энергодыхания запускает глубокие психосоматические процессы высвобождение и поэтому по сути вы поднимаете грязь со дна и конечно же не подняв эту грязь вы не очистите тело не подняв эту грязь эмоциональную вы не освободитесь от тех негативных эмоций которые вами управляют и которые вам мешают жить в настоящем моменте соответственно нужно просто этот период прожить это день-два максимум и потом все придет в нормальное состояние опять же качает по эмоциям то есть всплывает какой-то блок и это после практики на следующий день может быть это абсолютно нормальная история и даже это хорошо радуйтесь потому что работа пошла ваше тело оживать начинает она начинает включаться и выгребать весь этот хлам когда вы начинаете мыть посуду например да вас вся раковина в этой грязной посуде и вы просто идете вы это берете тарелку за тарелкой да если вы вручную моете и начинаете все это дело вымывать вычищать вот примерно то же самое или другая аналогия возьмите представьте стакан воды на дне грязь и если вы начнете лить чистую воду в этот стакан да и начнет вода вы выходите стакана выливаться и вот эта грязь начнет подниматься она сначала сделает стакан мутным то есть грязь поднимается вода в стакане становится мутная а потом она через край выливается через какое-то время стакан с водой становится чистым и на дне грязи нет Потому что она все вылилась через верх Вот энергодыхание примерно такая же аналогия Поэтому это абсолютно нормально Не нужно этого бояться Я рекомендую просто на следующий день, если вас колбасит Но ограничьте свои контакты с окружающими людьми Не выливайте на них свою агрессию Займитесь медитацией Сходите в спортзал Почистите организм Покушайте пищу какую-нибудь легкую Примите ванну То есть сгладьте те острые моменты своих состояний Какими-то вещами, не знаю, расслабляющими Можете на массаж сходить То есть просто день уделите себе или два Потому что многие люди реально живут Они живут в такой напряжухе Даже вдохнуть кислорода им не дают Просто слишком-слишком зажимает жизнь У многих людей Это все отражается на теле Это отражается на психике И когда мы начинаем дышать Это все начинает высвобождаться и выходить Поэтому отнеситесь к этому нормально Я еще один вопрос добавил Как попасть на занятия лично ко мне? К Роману Корловскому Дело в том, что на Арбате сейчас ведут мои ученики И для того, чтобы попасть ко мне лично на занятия На базовый курс Вам нужно записаться на базовый курс на Арбате И на курсе пока преподаватель я Так как автор системы И потом уже где-то через несколько месяцев Также базовый курс и вводные занятия Будут везти мои ученики И чтобы попасть ко мне Это либо индивидуальное занятие Либо это поехать с нами на ретрит В Ярославль или в Индию В какие-либо направлениям Там буду преподавать лично я А так как автор системы Я сейчас эту систему передаю своим ученикам И уже систему будут преподавать мои ученики И это очень хорошая новость Потому что система работает Базовый курс Он идеально встроился Идеально адаптирован для жителей мегаполиса Он максимально эффективен Причем после него вы можете заниматься самостоятельно Безопасно Вы познаете этот метод для себя Ну вот и все Я надеюсь ответил на ваши вопросы Пускай это видео будет на моем канале И для многих оно прояснит ситуацию По практикам энергодыхания Благодарю за внимание До скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok